Ежегодная эстафета госэкзаменов в школах подходит к концу. Последним, который предстояло сдать выпускникам, стала информатика. В этом году дисциплину впервые принимают не как привыкли, отвечая на тестовые задания на бумаге, а при помощи компьютеров. Те изменения, которые произошли, они во благо, и при всем при этом они вызывают определенное волнение у выпускников, потому что экзамен связан с технической составляющей. Но беспокоиться им не стоит, потому что все непредвиденные ситуации внештатные у нас продуманы. Обычно ЕГЭ – это стресс, но оказалось, что далеко не для всех. Так, например, Дарья Калашникова, выпускница гимназии номер 42, планирует поступить в ВУЗ на программиста и уже работает по профессии. Для нее переход на новый формат только облегчает задачу. Ну, я пишу, типа, сервера, в основном опишки для приложений. Ну, сейчас, типа, у меня пауза, потому что я ЕГЭ сдаю. Надо было подготовиться и к русскому, и к математике, а так вот так вот примерно, сайцы небольшие. Дарья надеется, что и удастся получить за работу ни много ни мало 100 баллов. Кстати, до сегодняшнего дня высшим результатом в Алтайском крае могут похвастаться только 44 человека. Тем не менее, мы все равно гордимся своими стобальниками, и мы говорим о том, что у нас в этом году вообще много высокобальных работ, которые идут от 90 до 99. Говорим о том, что в этом году мы улучшили свои результаты по литературе. Среди других предметов, которые подтянули алтайские школьники – профильная математика, химия и история. А вот количество тех, кто не справился с заданиями ЕГЭ и написал их на неудовлетворительно, нам сегодня не озвучили. Но такие тоже есть, и пересдать экзамен у них нынче не получится. Уже завтра в большинстве школ региона пройдет вручение аттестатов, а вот выпускных вечеров, правда, это лишь по официальным данным, не будет. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.